Колоннада Казанского собора в Санкт-Петербурге стала концертной площадкой для молодых православных миссионеров и музыкантов. Неизменно послушать необычный для Невского проспекта концерт приходит множество горожан и гостей северной столицы. Ой, земля моя, и праздновать с тобой. Открыл концерт председатель миссионерского отдела священник Николай Святченко. Он рассказал о святых покровителях Петербурга и обоснователе императоре Петре I, подчеркнув значение духовной составляющей в жизни нескольких поколений петербургцев. Духовно-просветительский концерт посвящен небесным покровителям Санкт-Петербурга. Он проводится уже не в первый раз в Санкт-Петербургской епархии. И в этом году основное отличие этого концерта от предыдущих, то что, во-первых, этот год является юбилейным в памяти императора Петра I, а значит и святого апостола Петра, в честь которого был назван этот прекрасный город. Зрители тепло принимали выступления участницы битвы талантов 16-летней Руфины Бауровой, обладательницы красивого сильного голоса. Особенный отклик в сердцах зрителей нашла песня о России в ее исполнении. Порадовали зрителей и выступления священника Анатолия Першина, и диаконов Александра Андреева и Сергея Учинишвили. Ты, Россия, пробила концы, Стала ты для народа судьбой. Всесущий язык в ней проживает, На просторах звенит его речь. Кто Россию в сердце познает, Ею душу будет вечно беречь. Зрители имели возможность пообщаться с исполнителями, обратиться с вопросами к миссионерам и епархии, к священникам. Во время концерта проходила уличная миссия. Более 15 человек отвечали на вопросы слушателей на тему веры, дарили просветительские буклеты, приглашали на бесплатную экскурсию в Александрневскую лавру. Мы рассказываем людям о небесных покровителях города Санкт-Петербурга, в честь кого назван этот город, что город назван в честь апостола Петра, какие святые есть в нашем городе. У нас в отделе постоянно проводятся тренинги для наших миссионеров, какие-то к определенным праздникам, такие как Великая Суббота, Крещение, и ежемесячные выходы на улицу для того, чтобы рассказать людям о Господе. Потому что Господь нам заповедовал, что идите, крестите и проповедуйте. Поэтому все христиане, мы все православные должны идти и рассказывать о своей любви к Богу. Еще раз с праздником! Храни вас Господь!